Эта хрупкая молодая девушка владеет личным подсобным хозяйством. И не одним. Зелень и фрукты с овощами семейный подряд Елена Аракелян выращивает в селах черешня и прогресс. Сейчас в парниках самая горячая пора. Пришло время высаживать рассаду. А значит, скоро здесь созреют сочинские кабачки, баклажаны, перец, огурцы, помидоры. Никаких химических удобрений. Только у нас идут удобрения – это компост, коровяк, куриный помёд. Обогащаем землю кислородом обязательно. Участок не маленький. Местные земледельцы используют каждый клочок земли. Есть даже цветочная оранжерея. Тысячи виол, маргариток, хризантем и бархатцев Елена Аракелян с помощью родителей также разводят на продажу. Значение слова «агрокультура» каждый член этой семьи знает с детства. Крестьянским трудом они занимаются из поколения в поколение. Это нужно любить. Это всё. Как бы в выгоде не думать. Честно говоря, мы просто любим это. Просто-напросто всё. Это в душе у нас. Ну, там уже посмотрим по делам, уже и будет результат по нашим делам. А результат уже есть. Год назад семья занялась тепличным бизнесом, узнав о ярмарке привоз. Я очень довольна, что я попала на ярмарку. Я продаю свою продукцию. Меня очень многие знают и по рассаде, и по цветам, и по овощам, и по фруктам. У меня очень много фруктов. Люди прям просят. Ну, таких объёмов у меня прям на всё Сочи нету. Пока нету. Каждую пятницу и субботу Елена на Мацестинской ярмарке привоз. Несмотря на то, что здесь вся продукция местная, со всего Краснодарского края, у каждого есть свой покупатель. Всё, что мы выращиваем дома и продаём на этой ярмарке. Приходите к нам, покупайте экологически чистые продукты. Ко всему прочему, местные жители, как и городские мониторинговые группы, регулярно делают сравнительный анализ цен на сельскохозяйственных ярмарках и в магазинах. Вывод – цены ниже рыночных на 10-20%. Постоянно, каждую неделю, вот я с Адлера приезжаю, закупаюсь, потому что мы пенсионеры. Для нас это очень большое подспорье и очень дешёвые фрукты здесь, и овощи, и рыба очень дешёвая. Поэтому мы очень благодарны, что такая ярмарка есть. Ближе нам ехать, это с Кудепстой мы едем сюда, и нормально здесь всегда, и выбор большой очень. Здесь и сравнить с Фабрициусом, например, там дороже даже, хотя она там оптовая идёт. А у нас здесь подешевле даже. И рыба подешевле, и поторговаться можно. Это же базар все-таки. Видите, красота какая, да? Вот я смотрю, что это действительно в домашних условиях на огороде выращено, верно, да? Так что всё хорошо. Плодовочная продукция, которую привозят на ярмарке «Привоз», выращена на огородах 20 районов Кубани. Сочи – это и Лао, и Дагомысь, здесь же кичмайская рыба. Кстати, Мацетинская ярмарка – единственная, где представлена сочинская перепелиная ЛПХ. Условия же для поставщиков одинаковые. Самый главный вопрос с коммуникациями решён руководством Сочи. Город обеспечивает подачу электроэнергии, последующее подключение тонаров. Вот стоят у нас крупные. Подача воды. Что касается сбора и вывоза мусора, САХ полностью оплачивается муниципалитетом. Ну и самое главное, да, что места для оборудования и проведения ярмарки, они предоставляются на бесплатной основе. То есть это существенная экономия. Естественно, человек может позволить себе, да, и сыграть в цене на непосредственную, как бы, продукцию. За прошлый месяц на ярмарке «Привоз» было завезено 105 тонн местной продукции. Ближе к лету количество машин с провизией увеличится вдвое. Впрочем, как и число самих сельхозярмарок, их будет шесть вместо нынешних трёх. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.